Спасибо тебе, Господь. Присаживайтесь, друзья. Друзья, знаете, что я вам хочу сказать? Что Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Спасется. И наш такой религиозный, наученный разум, сразу он говорит, ага, грехи мои прощают, будут прощены, да? Ну как бы сразу же, да? Нет, нет, нет. Спасется, это слово, намного более глубокое, чем мы вот так вот думаем. Намного более глубокое. Оно касается всех сфер. Всех. Спасется, это абсолютное спасение. Во всех сферах. И всякий, кто призовет имя Господне, и всякий, кто исповедует имя Господне, спасется. Слушай, я спасен. Сразу что мы думаем, ага, грехи мои прощают. Не только это. Не только это. Во всех сферах. Я спасен. Когда приходит болезнь, он уже говорит, я спасен. Даже можно говорить, я не то, что исцелен, я спасен. Понимаете? Потому что исцеление, это и есть одна из сфер спасения. Когда дьявол атакуется, он уже говорит, я спасен. Спасать. Когда, конечно, происходит, атаки. Что угодно. Он говорит, я спасен. Аминь. Я спасен. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Вы понимаете, что это значит слово? Мы так заездили это слово уже на это вскоре. А, Иисус мой Господь. Аминь. Аминь. Да? Вот вы просыпнуйтесь. Иисус мой Господь. Господь. Это чудесно. Потому что тебе не нужно за остальное беспокоиться. Обо всем нужно заботиться о твоем Господе. Он должен заботиться о тебе. Спасибо тебе, Иисус мой. Спасибо тебе, Иисус мой. Ну что, вы готовы двигаться дальше? Да? Или мы лучше в сферу сновидений пойдем? Нет. Нет. После обеда. После обеда обычно хорошо про сновидения. Смучение. Но мы замечаем. После еще про сновидения. Да. Мы же самое замечаемое. Постоянно получается, что Саша сновидения все время после обеда говорит. И сразу с практикой. С практикой и одновременно сразу же. Друзья, хорошо. Послушайте. Я планирую... Кто здесь, кто покаялся всего лишь год? Вот есть такие? Поднимите руки. Да? Меньше года? Три месяца? Тоже хорошо. А два? Два. А, то есть вас не так уж много. Понятно. Тогда хорошо. Я просто, понимаете, у меня здесь очень много мест писания, поэтому я буду просто цитировать некоторые, чтобы мы быстрее двигались. Вы можете все пометки делать. И, в принципе, основные принципы, когда буду давать, если вы их поймете, вы сами будете читать Библию и понимать, где и про что говорится. Хорошо. Значит, помните, мы говорили про три этапа. То есть это было получение откровения. Как? Через пять духовных чувств. И столкование откровения, и применение откровения. Сейчас мы чуть глубже-то пойдем. Первое мы получим... Применение и столкование. Применение и столкование. Духовным чувствам. И вот мы сейчас сидели, когда разговаривали за обеденным столом и вообще с другими людьми. Они говорят, так у меня это было. У меня вот это было, и это было, и это проявлялось. На самом деле, вот эти вещи, которые мы говорим, я уверен, что у многих у вас проявлялось. Что не давало это пользоваться на постоянной основе? Вот что не давало? Потому что это было на уровне вдохновения. Понимаете? А мы должны вывести это из уровня вдохновения в веру. То есть вера, что вдохновение ты ждешь, ты пассивно ждешь, когда вдохновение придет. А вера, вера, когда ты не ждешь, ты активно ищешь и получаешь. Понимаете, о чем я говорю? То есть нам нужно вывести эти пророческие проявления в тот момент, чтобы мы могли верой в любой момент их активировать. Да, вот если вы посмотрите, вот Писание тоже, пророки. Были пророки, которые просто вот не думал, не гадал, занимался своими делами, и Бог ему явился и проговорил. Потому что от него не зависело это. А были другие пророки, которые спрашивали, что нам делать? Он говорит, я пойду, вопрошу Господа. То есть он верой брал пророчество. Понимаете, о чем я говорю? Так и мы. Мы должны быть, вот в этих двухсферах должны уметь двигаться. Потому что некоторые говорят, как это вот, ну, вы практикуете и тому подобное, как это? Это Бог, когда хочет говорить. Мы видим в Писании, что Бог, когда хочет говорить. Но с другой стороны, есть вопрос, когда мы еще и слушаем, и спрашиваем. Понимаете? Вот нужно уметь. Поэтому в одном моменте вы всегда будьте открытыми к тому, чтобы Бог, в любой момент вам Бог проговорить. С другой стороны, вы должны уметь в любой момент, по необходимости входить в это состояние и получать от Бога какое-то откровение, ну, истолкование и того подобное. Понимаете? Ответ. Вот вы должны это уметь делать. Хорошо. Первое. Получение откровения. Откровения мы получаем через пять духовных чувств. И обычно они расположены по чистоте, которую Бог использует, так же, как физически. То есть, что самое частое мы используем? Глаза. Зрень. А потом уже уши. А потом уже все дальше. Понимаете? Так же и в духовном зрении, в духовных чувствах, вот вы заметите, что чаще всего Бог говорит через духовные глаза. Потом духовные уши, потом духовные ощущения, духовные запахи, духовный вкус. Понимаете? Вот вы увидите, что в такой последовательности именно. Сразу говорю, что обычно Бог говорит, используя несколько чувств одновременно. То есть, иногда бывает, что вот одно, или два, да, как бы, иногда весь текст. Есть люди, которые предрасположены больше к духовному зрению, а есть, которые более предрасположены к какому-то духовному ощущениям и духовному слуху. Слышанию. Да, слышанию. Вы даже заметите, вот иногда, ну, может быть, замечали, что иногда в Библии пророков называли пророки, а иногда прозорливцы. Не думали никогда почему? Потому что прозорливец в основном видит, а пророков в основном как бы принимает, слышит, то есть, и пророчествует. Но мы должны уметь, так как у нас полнота во Христе Иисусе, так как у нас Дух Святой, который во всей полноте, во всех проявлениях, мы, вы должны понимать, что все эти спектры может проявляться в вас. Даже если вы расположены каким-то конкретным, но их можно развивать, когда мы пробуем это делать верой. Хорошо, первое, духовное зрение. В Ефиксианам 1,12 говорится, что у нас очи сердца есть. Да, я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца ваше, дабы вы что? Познали. Без просветивания очей сердца нет познания. Понимаете? Познание не приходит, пока глаза сердца не открываются. Вы должны это понять. Потом в Деяниях, когда сошел Дух Святой, апостол Петр очень четко истолковал вот это пророчество Иоилия и сказал, и будут видеть видения юноши ваши. Помните, вот все. То есть он говорил, что это как раз эпоха, когда будет очень сильно открываться духовное зрение. Юноши, дети, старики, все будут двигаться в пророчестве и в видениях. Давайте прочитаем, может быть. Так, и на рабов моих, на рабов моих. Так, 17-го стиха я спрашиваю. И будут видеть видения и старцы ваши сновидения и разумляться будут. Так, ну это не то. Сейчас еще раз я говорю. 16-го. 16-го. Ага, вот. И будет последние дни, говорит Бог, и залет Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. То есть пророчествовать, это вот спонтанно высвобождать слово. То есть это не видение. А вот услышать или почувствовать и высвободить. И дальше. И юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. Видеть видение и сновидение это одно и то же. Просто как бы разный спектр духовного зрения. То есть мы видим, что Бог открыл вам такую как бы полноту пророческих проявлений. И мы можем в них двигаться. Да? Значит, первое. Как проявляется духовное зрение? Я сейчас буду говорить уже по пунктам. От самого маленького к большему. Духовное зрение, во-первых, проявляется, когда Бог заостряет ваше внимание. Кто из вас когда-нибудь читал Библию, читал, 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 читал. И в какой-то момент в одном стихе, прям вот, то есть глянуть на этот стих концентрировался. Да? Это духовное зрение. То есть пришел какой-то ангел, откровение, и он целенаправленно сконцентрировал твой взгляд на этом стихе. А кто из вас когда-нибудь, допустим, вот так вот, ну там, стоял в собрании, и вот на одном человеке тебя раз, прям вот, внимание на него обратил, и ты чувствуешь, что что-то вот, ну вот, нужно к нему подойти, поговорить. Или на улице, или где, да? Это тоже духовное зрение. Когда Бог концентрирует твое внимание на чем-то. Или, допустим, ты говоришь с человеком, а Бог, а не знаешь, почему, ты смотришь вот там, допустим, на правую кисть, или на левую, на левую стопу, ты не понимаешь, почему ты постоянно смотришь туда. И ты спрашиваешь, слушай, что у тебя вообще там, ну, там ударился, там, или болит. И ты понимаешь, что не зря Бог вот концентрировал, ну, как бы, тебя вот на этом. То есть в Писании говорится, такая история, когда пришел пророк Агав, он заходит, и видит чья-то куртка лежит. Ну, это был пояс, ну, будет куртка. Он не знает, чья это куртка, но Бог сконцентрировал его внимание на этом, ну, поясе. Он взял этот пояс, сказал, так говорит Дух Святой, вот чей пояс, вот так вот снежит его, и будет он, ну, предан и тому подобное. Чей пояс? Он говорит, мой. То есть вот одно из качеств, когда Бог целенаправленно, то есть Он тебя концентрирует на что-то. Первое, да, заострение внимания. То есть Он, Он тебя концентрирует. Еще одно место интересное, которое тоже об этом говорит, это Римлянам, 1 глава, 12-20, когда говорится, что Бог явил себя им через рассматривание творений. Помните, говорится, что через рассматривание творений они можно его познать. Можно это место? Ибо что можно говорить о Боге? Явно для них, явно, слово явить, понимаете? Для них, потому что Бог явил им. Так же Он явил, следующий стих. Ибо невидима Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творений, видим и так, что они безответны. То есть даже неверующих людей Бог концентрирует на творении. Зачем? Чтобы они получали откровение, что Бог есть, и Его сила есть. Понимаете? Вот первое из духовных зрения. Спасибо. Раз, два. Получше времени. То есть вот это заострение внимания. Я помню, первый раз, когда пережил, я в Америке был. Это был тоже, когда был человек, который никогда ничего не знал. Просто вот она спонтанно проявлялась. Я помню проповедовать такой, ну я сам был такой еще, знаете, замороженный немножко. Так вот, если я видел жену без платочка, ой-й-й-й-й. О-й-й-й-й, это вообще. Конец, Света. Конец стимуляции. Короче, и я такой, знаете, проповедовал в такой же церкви, там проповедую, и я вот говорю, а там вот сидят два подростка. И вот знаете, как подростки там, что-то там балаку хихихают с меня, там что-то такое вот. Сами же родились в Америке, и по-русски вообще ноль-ноль. А я вот, и пастор там сидел, а я проповедую, и мне вот на одного из двух подростков, я не знаю, вот, не хочу, смотрю на него, и все. Вот прям края глаза. Я не понимаю, в чем дело. Я заканчиваю проповедь, ну, и я не знаю, как это на такой смелости набрался, говорю, встать. Ну, не знаю. Я говорю, кто это? А просто говорит, это мой сын. И когда он сказал, это мой сын, я вдруг неожиданно, ну, просто сказал. И Господь говорит, что если ты будешь серьезен к ним, он очень серьезно будет работать в твоей жизни. Ну, я сейчас понимаю, что было пророчество, да? Но Бог сейчас, так сказать, он дал сначала духовное зрение, а потом, когда было выявлено, как это слово, как слово знание было, когда было выявлено, он дал пророчество. Вот, понимаете, как можно перевелить? То есть, Бог, застрение внимания, поэтому вы должны быть к этому очень внимательны. Второе, как проявляется духовное зрение, это, как бы, такие внутренние видения. Легкие внутренние видения или сильные внутренние видения. Ну, я вам скажу, это там, где воображение. Напишите прямо следующий, второй пункт, мы говорим, воображение. Те картины, которые появляются, воображение. Вы уж спросите, что я такие нерелигиозные, прямо открытые, потому что там, воображение, как это, воображение. Наше воображение не принадлежит нам. Оно Иисусу принадлежит, потому что у нас разум Христов. Вы должны понять это, да? Второе, это те картины, которые появляются в воображении. И эти картины могут быть очень мощными, или могут быть такими тусклыми-тусклыми. Они могут быть как фотография, или как фильм. Да, кино. Как кино, да? То есть, они могут подчасно. Но что интересно, вот при этом способе, тебе нужно закрыть чаще всего глаза. Вот мы начинаем двигаться, вот мы знаем, что там начальный этап. Обычно человек должен закрывать глаза и концентрироваться на той картине, которая у него возникает вот именно воображение. И если, допустим, его подошли, дернули, эй, он так бы, ну, что, что, и все, он теряет эту картину. Понимаете, вот это, как бы, вот такой вот способ. И что мы можем видеть, вот в этой, при, когда мы закрываем глаза, ну, как бы, воображение, всматриваемся. Что мы можем видеть там? Что Бог может нам показывать там? Что угодно. Цифры, буквы, имена, какие-то, ну, все, что угодно. Знаете, кто из вас когда-нибудь потерял ключи в траве? Все. И искал про то. Конечно. Хорошо. Можете, что интересно. До того, как ты потерял ключи, это просто трава. Это лук. Зелененький, да? Зеленый. Но когда только ты потерял ключи и знаешь, что они упали между травой и землей, ты смотришь и оказывается через траву ты видишь, что нет, там есть и черненькая земля. Понимаете? То есть до того момента, пока ты не всматривался, ты ничего не видел. Но в момент, когда ты смотришь, смотришь, там и листики есть, а, вот и ключ мой. О, еще что-то здесь, деньги какие-то. Ну, то есть, понимаете? Понимаете, в чем я говорю? Так, поршу, тринцесс пророчен. До того момента, пока ты не начинаешь смотреться в свое воображение, ты ничего не видишь. Это просто сплошное месиво какое-то, знаете, вот такое вот. Но как ты концентрируешься и, поверь, помните, грубо говоря, начинаешь смотреться в свое воображение, вдруг появляются какие-то картины, фотографии, фильмы, движения, цифры, буквы, числа, какие-то имена, вот все, что угодно. Вот когда ты начинаешь именно всматриваться. Апостол Павел, он интересно написал вот это состояние, это первое кориффиеном 13-12. Теперь мы видим, как быть сквозь тусклое стекло гадательно. И дальше написано, отчасти. То есть эти воображения, вот эти картины, которые в воображении возникают, они отчасти, они часто очень неточные, расплывчатые. Как будто через тускло стекло такое слово, как оно, гадательно. Вот это гадательно. Понимаете? Потому что очень многие могут сказать, что, типа, если Бог сказал, то есть это должно быть точно. Апостол Павел говорит, нет, когда пророчества вообще им догадательны, ты даже не можешь понять, что ты видишь. Ты пытаешься понять, пытаешься вникнуть. То есть это один из способов, как Бог говорит, через воображение, картинки в нашем воображении. Мы всегда, когда проводим обучение, и тоже будем вот так проводить сегодня, мы говорим человеку, запрой глаза и всматривайся вот в свое воображение, на свой экран. Я помню, пришел как-то раз к нам один мужчина, следователь следственного комитета, кстати. Это было еще до закона, кстати. Его жена исцелилась, у нее был рак груди, мы валились, она получила исцеление. Ну, там, от освобождения валились, короче, освободили, она получила исцеление. И вот он пришел. Ну, вот видно, такой парень, ну, он же нездоровый, он такой высокий, железный такой, крепкий. Ну, видно, такой, что настоящий полковник. Настоящий полковник. И в момент, когда мы служили, и потом мы пришли к практике, я говорю, давайте мы теперь будем получать слово. Было очень много новых людей, и когда приходят новые люди, мы всегда получаем для них слово. Вот это один из способов, почему у нас очень много людей в церкви остается. Понимаете, мы всегда, или он пришел новый, или толкуем, неважно, верующий, неверующий, или толкуем для него, или слово получаем. И всегда цепляет. Всегда. А они могут некоторые уйти, и через год вернутся снова, понимаете. То есть, я вам говорю, пророчество очень сильно цепляет людей. И я говорю ему, говорю, а он так нервничал, первый раз среди баптиста, да, штука, и все так. И введение было, появилось, что он очень сильно нервничал. Не знаю, может, он с оружием даже пришел, не знаю. И, ну, то, что жена исцелилась, конечно, он, как бы, его это, ну, тоже, зацепило. И я говорю ему, становись уже за меня. Я подходит первый человек, я ему объясняю. Я знаю, что по Библии неверующие тоже могут видеть видение от Бога. Вот я знаю, что мы сны могут снизиться, Богу можно отрывать. Даже, ну, прям, вот, язычник там, понимаете. И я говорю, я говорю, становись уже для меня, и ты сейчас будешь видеть видение. Я говорю, как это? Ну, там вот картинка, которую, ну, объяснил технически, там воображение, там вот картинки возникать. Ну, он стал возле меня. А я знаю, что это пророчество помазание сейчас оно тоже захватит. Потому что я даже знаю, что если, как бы, не обличил, то есть, не обличил как раз, даже если не научил, вот это помазание все равно может зацепить человека. Он становится рядом, возлагаем руки, ну, там еще несколько человек, каждый говорит, что видит. Я говорю, я тут видел что-то, он говорит, не, не видел ничего. Потом следующий человек, следующий, и на четвертом он говорит, вижу, вижу, понимаете. И потом на пятом, и вот чем сильнее мы дальше двигались, тем сильнее у него, как бы, видение-то он открывалось, открывалось, открывалось. Человек неверующий. А потом в конце была еще более интересная вещь, начали высадать ему слово, и было высадено слово, что Бог видит тебя, что ты, как бы, ну, такой... Вот есть люди, которые такие ради идеи работают. Вот такие вороны не часто встретились. Ну, сейчас, да. Но есть, есть, ну, немало. И вот он, один из них. Ну, видно, что он такой человек, который вот, сын своей страны, хочет на благо своего государства трудиться и тому подобное. И Бог там высвободил слово, что Бог видит, какое его сердце. И говорит, и Бог говорит, я хочу тебя повысить. Ну, вот мы сказали так, мы не знали, что это значит. Просто, смотри, я хочу тебя повысить. Ну, послушал. И на следующий день жена ему позвонила и говорит, муж, очередное звание, короче, это самое, да? Неочередное, да? Неочередное, короче. Ну, как это называется? Присудили или как это называется? Присвоили. Присвоили, знаете? А без внимания. То есть, знаете, это было настолько потрясение для него, очень мощное, знаете? И он говорит, это то, что они не вчера сказали. Понимаете, в чем я говорю? То есть, это цепляет. Значит, а можно вывести, чтобы она постоянно была перед глазами, вот эта штука? С нами сильная. То есть, легкие или сильные видения воображения. Следующие, это открытые видения. С открытыми глазами. Открытые глаза. Это выглядит как венгер или как слайд на слайд. Как будто ты, вот, когда ты практикуешь вот второй пункт воображения, прокачиваешь, 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 прокачиваешь. Приходит момент, когда ты вдруг, ну, замечаешь, что ты с открытыми глазами начинаешь видеть видение. Ты как бы, не настраиваешься даже. Просто тебе рассказывают про какого-то там, вот, сестра, вот эта сестра, вот, пришла там с элит-центра. Такая хорошая была. Потом что-то с ней произошло. Я слушаю, слышу, вижу какой-то дневник, что-то она там записывает. Я говорю, так, наверное, из-за того дневника, который она записывала. Я говорю, откуда ты знаешь про дневник? Ну, так мне рассказывают, а я просто вот так бы на экране все это с открытыми глазами вижу. Она говорит, как раз дневник, который там в откровении писал. Я за них, короче, у кого муза, у кого шиза, как говорится. С музыкой пришли на шизур. Вот такое. Открытое видение. Когда ты часто практикуешь, постепенно ты видишь, ты начинаешь видеть с открытыми глазами видения. Видеть ангелы, видеть, что такое, что в человеке происходит. Видеть, видеть, как его мысли текут. Вот реально ты сможешь пищать его мысли текут. Видеть на нем какие-то цифры, буквы, и ты понимаешь, какие-то подсказки. Это то же самое, что апостол Петр посмотрел на этого Симона Волхавольд. Я вижу тебя горькой желчим вузов неправды. То есть, на время его и рингет, он посмотрел, что внутри. И одновременно, как слайд на слайд, он увидел, что он в цепях. И то же самое, когда молился Елисей, говорит, Господь откроем ему глаза. Да, и слуга ему увидел всех этих, вот все колесницы и божьи, божья войска и тому подобное. То есть, по мере хождения вы увидите, что не только вот эти экстрасенсы и тополога, они могут, а мы видим там, мы видим то, мы видим свет, мы видим это, а мы, как, знаете, как мой папа, говорит, барану Новый Ворок, смотришь книгу, видишь. То есть, вот такое. Зрение, открытые видения с открытыми глазами, обычно, я говорю, они вот двумя способами. ты как будто рентгеном видишь насквозь, можешь видеть больные органы, можешь видеть под одеждой какие-то татуировки или шрамы, можешь видеть мысли человека внутри, в голове, что происходит, или снаружи, ты как будто вот, что-то происходит вокруг него. вы должны это тоже понимать. Мы были в Орле, ну, есть много, много таких, как бы, интересных историй, я расскажу, мне есть желание рассказать, в Орле, мы проводили служение, вот, в церкви, где Саша. Приходит одна семья, женщина верующая, а муж неверующий. Ну, они пришли с сыном, чтобы молиться за сына. И она пришла, мы послужили сыну, послужили ей, а потом говорим, давай поработаем с мужчиной. Такой был, спокойно, открытый. Я начинаю молиться, закрываю глаза, и я вижу цифру 37. Я понимаю, что это столько ему лет. Я говорю, ну, тебе 37 лет? Он говорит, да. И после этого, я с открытыми глазами, я вижу, как будто, искрученная машина, ну, разбитая. И я сразу понял, так, это или он в автосервисе работает, или он в аварии попадает часто. Я говорю ему, он говорит, я в аварии попадаю, и вот на прошлой неделе в Москве чуть не погиб, 10 раз в аварии был. 10 раз, ну, это не нормально, кстати, 10 раз. Это уже проклятие какое-то. И я дальше смотрю на него, и я вижу через рубашку, что у него здесь шрам от ножа. Я говорю, у тебя там шрам от ножа, он поднимает рубашку, у него шрам от ножа. И, знаете, у него уже нагнетание происходит, что-то он уже, поднимается давление какое-то. А потом я вижу какое-то оружие такое, нестрельное, и тебя пытались застрелить. И он там рассказывает историю. И уже видно, что у него слезы текут. Это слово знания было. Через духовное зрение. Вы понимаете? Слово знания, слово мудрость, развлечения духов, оно может приходить через духовное зрение, духовный слух, духовное очищение. разными путями. Да? Почему я начал сначала с общих этих даров, а теперь объясняю. И вот эти пять духовных чувств, они могут для каждого дара работать. В отдельности. То есть, умея работать в пяти духовных чувствах, вы сможете работать в любом из духовных дорог. Поняли принцип, да? И я говорю ему, и вижу, он начинает уже подплакивать. Я говорю, знаешь, почему он не открыл это Иисус? Он говорит, почему? Потому что он тебя хранил. Он тебя хранил. И начали говорить ему об Иисусе. И он принял Иисуса Христа. Но нам оказалось там мало. И говорит, давай молитву за крещение Духа Святого еще помолимся. Он принял крещение Духа Святого еще на одном месте. А его жена там что-то беседовала возле двери. Потом жена ему подходит, она такая из баптистской среды. Сама не крещеный Духа Святая там ревновала. И мы говорим, вот все, муж у вас на языках говорит. Говорит, как? Такая, ну, только что не верующий был, он уже на языках молится. Говорит, как? Он еще в шоке. Говорит, я Бору хочу. Я говорю ему, теперь давай возлагай, ты молись, короче. Он начал молиться на языках. То есть, друзья, понимаете, вот как бы, вот так вот это действие. Вот так просто и неизначай можно для Иисуса Христа приводить людей к спасению. То есть, понимаете, да? Открытые глаза. Рентген или слайда в слайд. Следующее. Четвертое, как проявляется духовное зрение, это сны. Сны это тоже духовное зрение. Мне на неделе, наверное, в данный момент, когда я начал верить, что Бог говорит мне во сне, на неделе, наверное, раза четыре в среднем снятся сны от Бога. Разные объяснения, вот, ну, там, с людьми работаю. Допустим, поработал с человеком, Бог научил мне про него сон, дает, я понимаю более четко. Какие-то другие вопросы. Бог чему-то учит. Если мы верим, что Бог говорит, Он может говорить нам через сны. Почему Бог через сны говорит? Потому что, во-первых, отключено вот все. Все, все религиозное, научено, правильно, отключено. То есть, мы чисты, как слеза младенца. И мы можем принимать. Я не могу, держусь, не могу. Это серьезно. Ух. Какой-нибудь первую часть дотянуть. Не можно. Ты его можешь включить, да? Я так и не сказал, что пробует там. Аллилуйя. Нет, нужно попробовать дотянуть хотя бы. Я говорю, счастье. Скажем, дотянем? Дотянем. Аминь. Хорошо. Я просто вам по секрету скажу, что обычно, когда такие вещи происходят, в моем служении два ангела определенных. Ну вот, когда они приходят, вот такое начинается. Они не часто приходят. Просто мы говорим во имя Иисуса, мы дотянем до конца. И сны. Значит, тему слов мы будем говорить, когда будем говорить? пятницу. Кто сказал? Вечером советов. Вечером советов. Тему слов мы будем говорить после обеда. Ой, господи. Жизнь. 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 Я держусь просто, я вижу уже. Хорошо. тему слов мы будем говорить пятницу. Вообще, если вы посмотрите, в Библии очень много говорится про снов. Иосифа, Бог вообще с нами водил, когда Иисус родился, все вот эти вот перипетии, он Иосифу говорил, во снах, иди туда, иди сюда и тому подобное. Очень глубокая тема. Очень глубокая тема. На сколько часов мы делаем? Часов нашествие, наверное, да? Сделай поменьше. Сделай поменьше. То есть, тема снов тоже очень интересная. Когда начинаешь углубляться, я вот заметил, когда начинаешь углубляться в эту тему, вот опять через учение приходит помазание. Понимаете? Постоянное. Помазание может прийти без учения, но чтобы вот на постоянную основу нужно быть учение, что учение рождать веру. Знаете, веру. Я буду говорить об этих способах в различных путях, как возможно это двигаться. И когда я начал немножко изучать тему снов, я, ну, как будто это включил, активировал это во мне. Я даже иногда у меня какой-то вопрос есть, там просит повалиться какое-то слово получить. Я даже, знаете, нет времени молиться, я молюсь, что-то, 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 что-то не во сне. Я во сне получаю ответ. То есть, вот если ты веры можешь принимать, ты можешь видеться на отбок. Но сны евангелизации, честно говоря, вот первые три в ревангелизации можно использовать. А мы сны не очень. Хорошо, следующий, как духовный. Следующий. Поспим вместе. Не могу. Сейчас я в ручки помню. Пиши транс. Какой толпу? Пятый. Пиши транс. Во время смеха кто-то может транс пасть. 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 Трансы. 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 Восхищение в духе. Есть Библию вообще? Нет. В оригинале написано экстазис. Экстаз. Еще первое, сколько искупление. Транс. Изумление. Помрачение. Помрачение даже. То есть, это состояние, когда Бог наводит на человека, когда полностью отключает его сознание. Или частично. Во время трансов обычно человек теряет ощущение реальности. Самое интересное, Бог, когда показывает что-то во время транса, может происходить таким способом. Человек может быть в трансе несколько часов, а Бог может показывать там что-то на 2 минуты. Он вышел, по-моему, такой вот, на несколько часов. Или наоборот, он спал в транс, допустим, на 10 секунд, а когда вышел, там рассказывает вообще на 2 часа послание. Транс, это когда человек из физического мира, который ограничен дременем и другими какими-то, он входит в духовный, вот в вечность, понимаете? И там он переживает какие-то переживания. Тоже очень много мест. Петр впадал в транс, апостол Павел впадал в транс, когда ему сказал, Господь, выходи отсюда, здесь тебя не примут. Ну, восхищение, восхищение вообще очень много. Если мы говорим, Езекииль такой, самый большой путешественник. Вообще, если книга Езекииля, он постоянно был, он восхищал его Бог, туда-сюда летал, апостол Павел был восхищен. То есть, восхищение в духе, я не имею в виду телепортацию, как в Филиппе. Понимаете? Я имею в виду восхищение в духе. Вот в транс и восхищение только ты теряешь ощущение, ты остаешься телом здесь, ну, ладно, Бог тебе что-то показывает. Шестое, это явление. Это противоположное трансу. Шестой пункт, как духовное зрение проявляется, это явление. Знаете, в чем это отличается явление от транса? В трансе ты уходишь в духовный мир, а в явление духовный мир приходит физически. Понимаете, о чем я говорю? Это было на горе преображения. Это тоже относится к категории духовного зрения. Когда ученики Иисусов поднялись с Иисусом на гору преображения и написано, что в момент Иисус преобразился и явились им кто? Моисей. Явились физически. То есть, во время явления происходит материализация духовного мира. Понимаете? Вот ангелы могут приходить в видении, а может в явлении. Вот вы должны понимать. В видении, это просто в явлении ты сможешь его почувствовать, он даже может с тобой чай попить. Потому что он является, он как бы материализуется. Вот и явление это тоже часть духовного зрения. То же самое было явление, когда пастухи после овец родился Иисусом. И написано, что явился ангел и принес им эту весть. А потом что сделать? Явился вообще у воинства небесное. И они там пели и тому подобное. То есть, это уже очень серьезный уровень. В Писании говорится, что Иисус являлся своим ученикам. То есть, во время явления происходит материализация. Духовное зрение примерно происходит вот в этих аспектах. Записали, да? то есть, чаще всего они происходят в первых двух. Когда тренируешься, уже начинаются вторые два. Трансы и восхищение явления, это редкое явление, я вам скажу. Я вообще в трансе был только один раз. Это очень редко. И, что самое интересное, вот допустим, внимание, Господь, воображение, открытые глаза. Ты можешь настроиться и увидеть, да? То же самое сны. Ты можешь верой это взять. Трансы и явления, ты никак это не возьмешь в веру. Это решает только Господь. Ты не можешь в транс впать по своему желанию. Ну, это невозможно. То есть, это Господь решает. Ты можешь это просить, желать, Господь решит, да или нет. То же самое и с явлением. Бог решает. Хочу эту историю рассказать, как было явление. Я тогда был еще таким начинающим служителем и в то время я работал на двух ставках. Я работал как служитель церкви и ночью это здание как Слово сохранял. За один доллар за ночь. Я вам говорю честно, я был готов на все, что угодно, лишь бы только в Доме Господнем быть. Ну, я не имею в виду здание, а вот поближе к Богу. Поближе к Богу. Мне вот все, что угодно было. Я мог пойти там на работу, бизнес, нет, я вот хотел постоянно в Доме Господнем. Я через день приходил. И вот я молился постоянно по ночам, там проповеди, когда готовы, там днем, потом служил. Я, кстати, два или три года служил. Два или три года. и в какой-то момент я ходил перед собранием, ну, тоже бы такой проход был. Я ходил, молился на языках, и в какой-то момент просто так вот, как будто свет выключили. Вот так вот. я оказался в каком-то в темном месте, будто какой-то туннель в скале. Прямо вот в мое. Я только так вот вперед. И такая рельса была. Если видели такие крючки, на которые обычно туши вешают, это там коровы, свиней зарезают. И вот такие крючки, и на них, на этих крючках висят, за ноги подвешены, вниз головой люди висят. И один передо мной, а другой за мной. И вот они вот так вот двигаются, а я не могу выйти, я только между ними. И я смотрю, такое ощущение, что люди живые, но мертвые как будто. Я не понял даже сначала, что это вообще, ну, я вообще, я просто не понял, что это происходит. Передо мной мужчина был, ну, как сейчас, в лет 50, такой, ну, как бы, такой, как бы с ежиком, у него была рана здесь, с какой-то стороны, и вот, как будто кровь был, вниз, вниз головой, и как будто кровь у него текла, вот это вот, и он грязный был, как будто страна такое. И какой-то момент я двигался вниз, и потом оказался такой, может быть, метод 50, и в диаметре где-то 2 метра, ну, как бы углубление, посредине было нечто подобное конденсионного люка открытого. Темно было, это в скале, как будто. Я смотрю, туда пьет свет, я думаю, дай посмотрю. И когда я посмотрел, куда, меня такой ужас объял, потому что я убил ад. То есть, вообще, такой ужас меня объял, даже не того, что я увидел, а оттуда, как будто вот, ну, шел вот этот ужас, даже не видимый, он просто захлестывал, страх и ужас. Где-то, наверное, километра 2 вниз, вот это расстояние до пламени, а пламя, ну, тоже вот просто вот все, что можно было видеть, как будто озеро, и еще туда несколько километров. И я от этого ужаса просто в сторону вот так вот, прям подальше в стенке. И когда присматриваюсь, вижу, что еще находится. Я смотрю, девушка. Девушка, короткая стрижка, тоже такие вот глаза в ужасе просто, ну, просто в ужасе. И я говорю, что ты здесь делаешь? Она говорит, я сделала обо. Я прям как видел введение, какой-то так плод, его вырывают оттуда. И следующий момент я вижу, как она падает туда вниз, она кричит просто таким голосом ужасным. И она летит, вот летит, я с друзьями, и она вот влетает, подлетает, это пугливается, и она туда падает вниз. И самое ужасное, это вот та безнадежность, которая исходила из того места. Потому что я как будто снизу увидел, и я понял, что вот сам потолок от этого ада, он как будто вот отполированная гранитная плита. То есть невозможно туда выбраться никак. Вообще невозможно. И вот самое страшное, что тут исходило, это тут безнадежность. А куда исходило? Вечная. Да, да, вот тут вечная безнадежность. И когда я пришел в себя, я сидел, я уже сидел на стуле, и меня вот так вот трясло, я вот такой вот, вот такой вот, у меня вот так вот трясло, у меня такое ощущение, что сердце чуть-чуть, грудную крепку не проломало. То есть как бы, ну, я так пережил просто реально, вот такой транс, когда у меня полностью отключилось все состояние, то есть сколько это длилось, я не помню, но в районе вот того периода ночи, который я там был. То есть, но это было один раз, такой сильный, сильный. Второй раз у нас было Сашей в машине, мне это не буду рассказывать. Мы когда ехали с ним в машине, не помню, как мы добрались до пункта назначения, но мы как-то добрались каким-то способом. Хорошо. Следующий пункт, духовный слух. Духовный слух. Слово Божие говорит, овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Знаете такое место? Еще на месте. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Почему это мы не слышим Господа? Бог же говорит церквям. Что-то не то с нашими ушами. Что-то не то. Мы не можем слушать. Мы не можем слушать. Понимаете? То есть, духовный слух. Первое, как проявляется духовный слух, это спонтанные мысли, наводящие мысли, размышления, воспоминания, то есть, мысли. Вот твои мысли. Это первое, как проявляется духовный слух. Вы знаете, что я вам скажу, что вы не ушами слышите? Вы разумом слышите. Вы не замечали, вот два человека подходят, что ты говоришь им шутку, один смеется, другой обижается. Ну, что такое? Ну, я ту же шутку сказал. Да? Потому что мы не слышим ушами, мы слышим разумом. Бог в духовном слухе, он минует наши уши и прямо сразу в разум дает мысли. А в зависимости от того, что человек услышал, он уже сам начал думать, что это значит. Да? То есть, Бог, он говорит вот такими спонтанными мыслями. Если смотреть вот эту историю, когда Иисус исцелил человека парализованного, которого спустили с крыши. Помните эту историю? Да. И вот там фарисеи, когда он сказал, да прощается тебе грехи твои. А они такие начали думать, что такое? Ты вообще богохольник. Что несет вообще? Кто может прощать грехи, кроме Бога? И самое интересное, в одном месте написано, что Иисус узнал духом, как и вы их мысли. Да? А в другом параллельном месте говорится, что Иисус уразумел, что они так думали. То есть, когда мы вот эти два места складываем, мы видим, что Бог духом говорит прямо в разум. Поэтому, если вы хотите пророчестве служить, вам нужно всегда быть очень внимательны к тем мыслям, которые возникают в вашей голове, когда вы служите. Когда я служу кому-то, я сразу знаю, ага, если я допустим, молюсь, молюсь человека, у меня там пам, смысл, просто спонтанно появилась. Я знаю, что она не просто появилась. Не просто так. Или какие-то у вас бывают такое, что я молюсь о человеке, я начинаю вспоминать своего друга. Я думаю, что это такое? Начало не понимал, а потом понял, говорит, Бог говорит, что у него аналогичная ситуация с этим человеком. Или какой-то даже там, ну, какие-то мысли приходили, песенки какие-то. Там у него, он говорит, помните ты, песни, Оля, Оля, ты не права, да? Недавно пел этот. Молюсь за одну женщину, эта песня, Оля, Оля, ну, что ж... Я бы тебе не воля зовут, Оля. Понять, вот так вот Бог работает, спонтанные мысли, размышления. Что такое духовный слух, очень хорошо знают проповедники. Почему? Когда говорят, тебе воскресенье проповедуют, что проповедник идет, что делать? Он садится дома, открывает Библию, и начинает слушать, что Бог ему говорит. Проповедь составляет нужно, по духовному слуху. Бог наставление тебе говорит, и ты, ну, то есть, как бы, вразумляешься умом Христовым и пишешь. Проповедники очень хорошо знают, что такое духовный слух. Спонтанные мысли. Хорошо. Второй дух... Второй... Вторая крать духовного слуха, это голоса и звуки из духовного мира. Пока записываю. Голоса и звуки из духовного мира. Про мысли расскажу. Мы были сейчас в Хищневе, ну, не сейчас, недавно и подходит у нас сестра. Говорит, помолись за меня, у меня эпилепсия, ну, и тому подобное. Я начинаю за него молиться. Я говорю, он тебя в спираль стоит? Ну, спираль понимает, абортивная спираль. Он говорит, да. Я говорю, а эпилепсия началась, когда спираль поставила? Он говорит, да. Только как ты узнал, что спираль? А я просто молился, не просто голос к спираль пришла. Поняти? То есть, вот духовный слух, и Бог вам сказал. То есть, вот нужно вот понимать, что такие моменты есть. Хорошо. Голоса и звуки из духовного мира. Мы видим, что в Библии очень много. Во время крещения Иисуса Бог говорил, что все слышали. То есть, физически, то есть, они как бы, физически из духовного мира слышали. Слышно были, да. Во время того, как Иисус сказал, отчих прославь, да, имя твое, там, с неба прям, и прославлю, и еще прославлю. И еще прославлю. То есть, и эти, эти голос и звуки из духовного мира, так и не только голос, мы можем слышать какие-то звуки, да, слышим, там торнадо идет, или там, ну, какой-то ветер, или дождь. Музыка. Понимаете, музыка из духовного мира. Это все есть. А имена людей? А? Да, имена. То есть, Бог может говорить, тебе просто в мысль приходит, допустим, там, Валера, да, а может, как будто ты услышал, Валера. Там, или песня, это не было. То есть, вот так вот. Когда я был в Москве 2002 году на зарубодках, я поклялся, что больше сюда не вернулось. Зря. Зря. Но поэтому говорится, не спеши перед Господом говорить слово. Не спеши. Лучше не говори ничего. Я только покаялся, так получилось, ну, тогда еще было молданское гражданство, не было еще, россиянин, паспорта Рэта не было, и приехали мы в Москву на заработки, зарабатывать на квартиру. И очень быстро я понял, чертно с этой затеей, короче. Очень быстро. Я понял, что ничего здесь не заработают. Москвичи спеются, говорят, мы тоже это знаем. Те, кто приехал из других регионов России в Москву, чтобы заработать, говорят, и мы теперь знаем. Господи. Это дух обольщения. Да, да. Я понял быстро это. Значит, и я сижу такой, за шкафом этим стою, молюсь такой, на пол, на пол пыли такой, это шпаклевки, пыли. Я говорю, господи, так с жильем нужно. Я не заработаю здесь, дай мне жилье. А я молюсь за шкафом, а жена с папой там были. Я говорю, дай мне жилье. И я прям слышу, я дам тебе жилье. А я, ну, за шкаф заглядываю, кто разговаривает? Не, ну, не понял. Кто разговаривает? Ну, я, знаешь, я тихо молился, папа не мог услышать. Думаю, можно он подколоть мне решил. Я такой, ну, я собрызгал, ну, это Господь сказал. Такое. И потом мы приехали, интересно, мы приезжали, полгода работали, заработали 290 долларов. И 100 рублей. Потом в метро у меня 500 рублей милиционер забрал. И 290 долларов прямо перед входом в автобус цыганки у мою папу уграли. Мы приехали вообще без денег. Но Бог дал жилье, кстати, через месяца, наверное, 4, я уже в своей квартире был. Вот это другая история. То есть, мы уже слышим физически. 8 марта в 2005 году я принял крещение Духом Святым. Тоже интересная была штука. Мы начали ходить в христианскую церковь, и там мы ходили, начали ходить на эти молитвы ревнования по Духу Святому. Может, это из вас узнать, какие молитвы? Это когда там люди 2 часа становятся, 2 часа крести меня, крести меня, крести меня, крести меня, крести меня, крести. И через 2 часа, когда язык уже анимел, а да, прибрадоса, дыры, дыры, пошел, короче. Знакомо, да? Да, работает. Ну, работает и так. Просто Бог по своей милости говорит уже, да крести его, потому что вообще так тоже работает. Я ничего не говорю. Я сам видел, как люди подпринимали. Только потом полиция приходила с улицы. Что происходит здесь? Да, я на окресенье. Я такой 2 часа откричался и ничего не получаю. Я такой расстроенный выхожу. Брат такой, ну, на статую духовную говорит, что он с тобой? Говорит, да так, не получаю. А он, ну, как бы, такой, он знал, что можно и другим путем. Еще того, проволчал. Да, он говорит, так можно и проще. Я говорю, ты-то просто говори. И он, он мне как местописание, что дух давал прощать, ну, он начал говорить, как дух давал прощать. Я такой, еду в машине, ну, уже ехал, там, там, 17 километров, там, жил, как бы, да, колегон. Еду такой домой, уже это все просто. Пришел я, пришел я со своей женой, ну, перед сном, мы помолиться, как полагается, как такие традиционные песятики, перед сном, колени преклонно, встали молиться. давай я попробую молиться. Я начал, что он. Дуры, 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 дуры. Это что такое? Я так же смущался, да ничего, ничего, да не смущался. Не, ничего, ничего. Ну, так думаю, ерунда какая-то вообще. Лег спать. Сплю? Сплю, короче. Жена заснула, думаю, дай попробую еще раз. Ну, она притворяла, что она спала. И я опять там встала, уже погромче, посмелее. Дуры-буры, 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 дуры-буры. Она притворяется, что спит. Я такой встал, ну, такой, положусь, говорю, я принял. Она говорит, я слышала. Я опять такой засмущался, когда вы родители жили. Короче, третий заход. Среди ночи, среди ночи, просыпаюсь я, а вот второй раз, почему я встал, потому что кот нам вернул, вернул сковородку, снялся, я его выкинул, никуда попали еще. Третий раз я просыпаюсь из того, что кто-то поет. Поет прям, как будто хор. Такой красивый. Я не понял сначала, что происходит. я потом понял, что это ангелы пели. Я просыпаюсь, что-то поет физически. Я встаю и прямо в сердце такой, давай остановись, остановись на колене, молись. Я начал молиться, и меня как прорвало, я начал орать на весь дом, короче, ну, потеряю. Родители в соседней комнате спят. Я ору, как он... Свина усиленно притворяется, что она спит. Такое вот. Ну, смысл в чем? Я физически слушаю, как ангелы пели. Вот такое. То есть, голоса и звуки из духовного мира. Редко бывает, кстати. Да, правда. Потому что, ну, редко. Кстати, мы можем не только бога и ангелов, мы можем и бесов, и дьявола слышать. Вот вы должны понимать. И иногда бог дает возможность подслушать планы дьявола. Понимаете? Подслушать, что они вообще говорят мне подобное. Редко проявляется духовный голос. Это голоса и звуки из физического мира. Голоса и звуки из физического мира. Ну, вот смотрите, как иногда приходят откровения? Вот проповедуют, допустим, пастор на тему, ну, не знаю там, на тему, допустим, исцеления. Да? Ты слушаешь, слушаешь проповедь. И какую-то просто он одну фразу обронил. Или какой-то стих писания сказал. И ты получаешь откровение. Причем тема, которую ты получил, вообще другая. Вообще другая. То есть, это духовный слух, тоже. Когда ты услышал. Иногда бывает, ты идешь и просто размышляешь, размышляешь, мне так гонится как раз. Размышляя, размышляю, думаю, вот как же так, как же так. и прохожу мимо, люди проходят, два человека беседуют. И я просто краем уха услышал то, что они сказали. Это был ответ на то, что я думал только что. Понимаете? Духовный слух. Такое бывает. Бывает, что только как с музыкой вот, ну, там, слышишь, с какими-то, с какими-то вещами во время проповеди. И такой способ духовного слуха, он работает при столковании языков. То есть, ты слышишь физически, как человек молится на языках, физически, и когда эти слова входят в тебя, в этот момент в твоей голове появляются русские слова. То есть, это тоже духовный слух. Духовный слух. Вот так проявляется вот этими тремя способами духовный слух. Следующее. Духовное осязание. Я вам не читаю местописание, потому что мы здесь туда, ну, не успеем на сегодня. Хорошо. Духовное осязание. Слово Божие говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всей улице земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Хотя Бог недалеко от каждого из нас, если мы не ощутим Его, нам очень тяжело его найти. И иногда Бог показывает через рассматривание творений, но в других случаях Бог производит какие-то ощущения, которые помогают на такое Богопознание открыть. Бог открывается через ощущения определенные. Хорошо. Пророк говорил, Исайя, 26 глава 9, душой моей я стремлюсь тебя ночью и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Понимаете, какие-то ощущения переживал. Исайя, да. То же самое написано филиппийцам. Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христое и много-много-много других случаев стихов. Значит, как мы можем ощущать Бога? В трех сферах. В теле, в душе и в духе. Это три направления, где мы можем через который можем получать откровения. Вот в теле обычно что Бог использует в теле? Давай, какие-то ощущения? Ну, я кроме этого, когда тебя там накрывает. Вот, ну, если служить в исцелении очень часто. В исцелении очень часто Бог дает в теле почувствовать, где у человека болит. Я помню, одного брата ну, как бы, затаскивали, как бы, ну, в церковь, ну, в смысле, затаскивали, ну, как бы, он там болтался где-то в мире, мы решили его, ну, чем бы, в мире там болтаться, лучше пусть в церкви болтается. Я ему говорю, лучше пусть на скамейке, там, грей скамейку в церкви, чем в мире ходи, там. Такой вот, и он был на собрании, ну, вот такой был, как бы, теплый. И я встаю после собрания, и я чувствую, у меня колено, как бы, вот, раз, дернуло. Я говорю, у тебя колено болит? Он говорит, да, уже много-много, как бы, лет, я не могу присаживаться, и тому подобное. А куда помолимся? Помолись, мы получим исцеление. Все сейчас нормально, в церкви, службе, ну, двигаться. То есть, мы в теле можем, мы можем в теле чувствовать, где болит у человека, мы можем в теле чувствовать прикосновение к Богу, ну, там, огонь и то подобное. У меня был вообще интересный случай, уникальный. Я работал в магазине, и вот сижу, ну, в своем рабочем месте, а мы обычно на обед ходили там, через дорогу, пирожки покупали. Я сижу, не был обед, вдруг просто очень сильный, очень сильный голод приходит. Вот настолько сильный, я просто вскочил, я пошел за пирожком, ну, просто невыносимый. Я говорю, посиди, я пойду за пирожком. И как только я выхожу, я нос носом, сталкиваюсь, выхожу, смогли нос нос, сталкиваюсь с одним человеком, я его где-то год назад, я его видел, я ему проблемы, я хотел с ним встретиться, еще потому что он был недалеко от Царства Небесного, понимаете? Я думал, он господекат не, ну, вот, кстати, вот, на днях перед тем, как это произошло, я думал, где же он его найти, как же никого не знает, кто мог его послать, где он живет. И я прям нос в нос не встретился, понимаете? На пять секунд позже я вышел, он бы прошел. Допустим, на минуту раньше я бы тоже прошел. И как только я встретился, он как, о, привет, привет, начались разговаривать, моментально чувство голода ушло. То есть вот, Бог вот воспроизвел это ощущение, чтобы меня, быстро выдохнуть меня отсюда, потому что вот такое было. То есть мы в теле можем определенные ощущения переживать, как переживал, допустим, Иисус, когда он почувствовал, что у него сила нужна. И написано, что женщина тоже в себе почувствовала, что она исцелена. То есть мы можем переврать в теле Бога. И через это Бог может тоже нам что-то говорить. Следующее, о душе. В душе обычно Бог открывает нам то, что находится в душе другого человека. Я очень часто не мог понять, вот поговоришь с человеком каким-то? И думаю, что за ерунда? Курить хочется. Ну вот, поговорил вот с человеком, не понял сначала. А то что, нет, не запах, курить хочется. Вообще, даже бери не курил. Тут курить хочется. Или там, будут водки прямо с горла. Вот такие вот резкие такие, ты понимаешь, что это не свойственно, это извне. А потом я сообразил, что оказывается, это проблема этих людей, с которыми я так же общался. Просто я душой как бы соприкоснулся с ним, и его душевные какие-то проблемы, переживания, я смог их почувствовать. Так можно чувствовать как негативные, так и позитивные. То есть можешь чувствовать радость, от некоторых людей радость исходит, мир, благодать исходит. А от некоторых другие какие-то вещи исходят. И я когда, ну там, какое-то душепопечение оказываю, обычно вот разговариваю с человеком, и я вот свою какую душу сканирую. Что, не только мысль там, видение, а что у меня вообще в душе приходит. Если я чувствую отверженность какую-то, я понимаю, в чем проблема. если я чувствую какую-то обиду, гнев какой-то, я понимаю, что там. Если я могу чувствовать, тяну к определенному греху, и это не мое. Это просто духовное осязание, соприкосновение. Те, которые, Бог, в дайте откровения, в чем проблема этого человека. Понимаете, вот такое вот. Хорошо. Последнее, последнее, где мы можем переживать в плане духовное осязание, это ощущение в духе. Интересное место, где они апостолов говорится, что Павел, находясь в Афинах, возмутился духом, когда видел этот город, ну, исполненный идолом. А помните, это место, когда умер Лазарь, Иисус приходит, и начинает плакать его сестры, и написано, что Иисус увидел их, возмутился духом и воскорбел сам. Говорит, где? То есть, вот вы должны понять, что это не было просто вот нечто такое. Он писал, возмутился духом. Почему он возмутился духом? Потому что в духовном мире, вот если дальше смотреть, о чем они разговаривали, видно, что неверие было. Неверие было. Она говорит, он говорит, я знаю, что я говорю, что если будешь веровать, будешь славу Божию. То есть, видно было, что через это горе, дьявол реально атаковал. Поэтому произошло и Иисусу, не просто он пожалел ее. Иисус прекрасно знал, что он сейчас в Лазаре поднимет эту смерть. Он в духе почувствовал, что здесь как работают, это вот неверие, атака конкретная, горечь работы. Он возмутился в духе. И заплакал. А в другом месте написано, что пришли эти ученики. И он говорит, возрадовался в духе и сказал, благодарю тебя Господь, что ты открыл это младенцем, утаил отмоток. То есть, в дух и стуха приходят какие-то вещи. Вот есть эмоции, которые возникают чисто, как бы, душевно, а есть вот именно, которые из духа приходят определенные моменты. Помню, в Кишиневе тоже собрание, человек уже 120, было, начинаем молиться, и так вот слева в одном конце там одна женщина там на языках. Там такой вот, а я чувствую в духе не то. Я чувствую не то. Знаете, прямо чувствую из духа, хотя он взял, я говорю, сюда его быстро. Они выводят, я руки возлагаю, и бесы начинают из него улазить, короче, знаете. то есть это ощущение в духе приходит. В Румынии, когда мы там служили, были у одной семьи, и пока там, ну, накрывали на стол в последнее служение, я как бы с хозяйкой ходил по их дому, она мне показывала разные комнаты. Я, кстати, свободно владею румынским языком, вообще 6 языков назад. Сам научился, кстати. И, и, короче, мы ходим там, разговариваем, мне там с другого, и все так в другой комнате, ну, там, какие-то гитары, пластинки, ну, видно, человек любит музыку, вот такая интересная комната, говорит, это моего мужа. И мы идем в эту комнату, я только захожу в эту комнату, у меня духи сразу, вот, удар, Я такой, смотрю, кто в этой комнате повесился? Ну, просто, вот, вот, пришло сразу, моментально, дух самоубийства, через поверь, прям, почувствовал прямо, вот, кто такой, а она такая вообще, как бы, ну, туда в шоке, иди сюда, иди сюда, я говорю, в этой комнате кто-то видел бесов, физически, и он приходит и говорит, что в этой комнате повесился бывший хозяин, этого дома, в этой комнате, я, говорит, однажды проснулся, говорит, я смотрю, стоит передо мной, говорит, это такой сметр, говорит, как, здесь волоса, острые уши, с зубами, короче, стоит, и мы там помазали все, или, вот это ощущение в духе, оно приходит вот реально от Бога, вот, ты закончишь на собрание, да, и ты сейчас в духе, чувствуешь, что в духе происходит, в этом собрании, да, заходишь в домчик к людям, и сразу чувствуешь, что в духе здесь происходит, то есть, это духовно, осязание, да, то есть, духовно, осязание, а что тут, душа и тела, нет, первое это тело, второе это душа, и третье это дух, кто там вообще сидит, наоборот, и в последовательности, а, б, дух, дело, душа и дух, тело, душа и дух, духовное осязание, хорошо, последние два, духовное обоняние, и духовный вкус, четвертое и пятое, духовное обоняние, духовный вкус, вообще, в Библии написано, что есть духовный запах, или нет, да, ну, давайте, что там, фемиам, фемиам, а, что фемиам, молитва, поклонение, да, как фемиам, а в духовном мире, как мы пахнем, духовное обоняние, для одних запах, глухание, благоприятное обоняние, а для других, вонь, смерть, да, то есть, для дьявола, мы вообще, ну, как бы, запах смертоносный, несущий смерть, если в следующий раз, когда будете песок разгонять, он тебя спросит, ну, ты такой, ты скажи, я несущий смерть, тебе, сатана, да, а для других, жалпоживительная жизнь, то есть, даже в духовном мире, у нас благопухание есть, поэтому, когда на собрании начинаем, допустим, молиться, или что-то, начинается иногда какие-то движения, непонятные, потому что, люди, ну, не люди, а вот, демонические проявления, потому что, вот это благопухание высвобождается, как работает, что-то не то, духовное обоняние, духовный вкус, все, там поправить, еще третий, и все, как, как, как пользуется духовным обонянием, очень просто, плохое воняет, хорошее пахнет, просто в принципе, от человека, да, да, это демоническое, вот, я в освобождении, когда служу, вот, ну, если нет проявления, я по запаху чувствую, когда безвухой, допустим, смотришься, нос ударил, запах, ну, а иногда, ну, погреться человеком, не чувствуешь запах, ты понимаешь, человек не свободен, то есть, есть, как бы, какая-то, не всегда, но вот часто, и какой-то момент, даже, когда, ну, такие служения, тебе на несколько дней, когда уже в помазании, просто повшручивает, только так, и все понятно, я получаю, я получаю, это не физический запах, это духовный запах, но, чем больше будете больше, вы увидите, что у вас сольется, вы должны будете понимать, откуда-то духовно, мы когда учили эту тему, я помню, одна женщина у нас месяц, где-то на собраниях, запах, цветовый, яблок, каких-то там, яблок, не могу ничего себе поделать, на каждом собрании, это чувствую, да, вот такие, ну, разные, в зависимости, что ты воспринимаешь, допустим, потому что для одних, запах лимона, это нехорошо, ну, где хорошо, то есть так вот, хорошо, духовный вкус, есть ли у нас духовные прецеденты, когда в Библии говорится, о духовном вкусе, м? Написано, что съел свиток, и он был сладкий, как мед, помните, и в ветхом зайти, и в новом зайти, съел свиток, и был сладкий, как мед, критча 16, 24, приятная речь, сотовый мед, сладкая для души, и целебная для костей, в Соломах 118, 103, как сладкий гортани моей слова твои, лучший мед, устав мой, то есть, что говорит о слове Божьем, понимаете, то есть, реально пророческое слово, слово Божье, и тому подобное, оно имеет вкус, кто из вас, тоже вот обращал внимание, когда проповедуешь, вот такой хороший, хороший случай, евангелизации, когда проповедовал, человек принимал, прям все, вот такое вот, не обращали, что во рту появляется в этот момент, приятное ощущение, приятное ощущение, вот это духовное, это духовное, и даже, даже после этого, как ты проповедовал, выходишь такой, говорит, да, вот ты чувствуешь, во рту аж приятно, это духовное, потому что говорится, что слово Божье, оно сладкое, как мед, то же самое и с пророчеством, более того, в Писании Иисус говорит, вот ты ни холодный, ни горячий, мне хочется, что сплюнуть тебя, просто не сплевать тебя, то есть, вот по этим, опять же, духовный вкус, по тому же принципу, хорошее и плохое, иногда говорит человек что-то, да, ну какой-то там, пробуй, ну, я же во рту приятно, как приятно, как вот ты съел, что-то приятно, а это говорит, ты такой, я же плюнуть некуда, знаете, ну, это тоже духовно, вот вы должны понимать, да, да, а было у вас как-то такое, когда, когда, допустим, такой, идешь, и просто вот, вот в голову, вот такой какой-то мерзкий, грел, не, не аромат, почему мы так делаем, слушай, дьявольская атака, и сразу вкус мы почувствовали, что это мерзость, это гадость, это духовные, духовные, проявления, да, духовные проявления, хорошо, то есть вот через эти, ну, видите, пять духовных чувств, что-то подразделы, там есть чему учиться, понимаете теперь, что в пророчестве мы не можем, быть такими поверхностными, если мы хотим двигаться, нам нужно изучать, нам нужно учиться, потому что по-другому не получится, видите, это еще, знаешь, сколько мы сократили, мы еще очень много сократили, хорошо, ну, это достаточно, чтобы вы понимали, хорошо, это мы получаем остальные истолкования, через эти три духовных чувств, теперь, следующий, второй этап, это принципы истолкования, принципы истолкования, смотрите, очень много было разрушено через неправильное истолкование, очень много было разрушено через откровение правильное, а истолкование неправильное, вот реально, вот то, что мы называем уже пророчеством, знаете, как это, знаете, кто такие уже пророки, знаете, кто такие уже пророки, это бывшие пророки, это бывшие пророки, которые уклонились, почему, по каким-то причинам, понимаете, и уже пророки, они могут видеть правильные видения, Но толкуют они превратно. Толкуют они бесовстно. Понимаете? Поэтому истолкование, правильное истолкование, это наиболее важная часть в плане пророчества из этих тысяч серий. Я хочу вам показать, что в толковании можно ошибиться. В новом завете. Потому что многие говорят, пророки не ошибались никогда. Ну вот. Для чего это вам нужно? Можно перерывчик действовать. А, давайте перерывчик сделаем, пойдем дальше. Хорошо. Десять минут перерывчик, потом дальше нельзя. Еще осталось, может быть, на час решения, и будем практиковать. Значит, без двадцати пять.